В области стартовали весенние полевые работы. На сегодня из 106,5 тысяч гектаров, подлежащих спашке и севу под яровые культуры земель, в полном объеме весь цикл работ уже завершен на общей площади порядка 23,5 тысяч гектаров. На данном этапе практически по всей области активно ведутся весенние полевые работы. Готовность техники составляет 100%. На весь цикл работ от спашки земель до сева яровых колоссовых технических и овощных культур Министерством сельского хозяйства страны для нашего региона в этом году было выделено 10 920 тонн гарантированного дизельного топлива по льготным ценам. Также для недопущения нехватки поливной воды в вегетационный период по области предусмотрено подготовить 177 скважин. На сегодняшний день уже пробурены 72 подобных колодца. По словам руководителя управления, благодаря этим мерам площади поливного земледелия вырастут более чем на 3000 гектаров. Принимавшие участие во встрече представители средств массовой информации интересовались, насколько ведомство готово решать возникающие в аграрном секторе региона проблемы. Что касается субсидий, сейчас у кого не спроси из сельской местности, все жалуются на то, что им их не выдают. Бывает такое, что приходят к нам жаловаться. Вы сказали, что поступило более 3,5 тысяч заявок, из которых на 950 было выделено 2 миллиарда. Насколько прозрачно ведутся дела? Кто получает эти деньги? Получает ли эти деньги действительно нуждающийся человек? Район Найаким и зам Акима лично контролируют расходование этих средств. Согласно заявкам Турару-Скуловского района, мы рассмотрели, в каких селах есть скот, а в каких нет. В тех, что нет, мы отклонили их заявки, так как мы не можем им выплатить согласно документам. На март месяц 950 обратившихся уже были субсидированы.